Каким студентам надо быть, чтобы получить стипендию Акима области? Об этом могут вам рассказать три сотни актюбинских ребят, которые на этой неделе получили сертификаты. Если раньше на поддержку государства могли рассчитывать прежде всего дети из малообеспеченных и неполных семей, то в этом году среди получателей грантов много студентов с разносторонними увлечениями и заслугами. Они не только отличники, но и спортсмены, и музыканты, и вообще суперактивные люди. В 2005 году стипендии Акима области получили всего 23 человека. Сегодня их 297. Это студенты средних и высших учебных заведений Актюбе, которые отличились не только в учебе. На судкомиссии они представили свои дипломы, сертификаты, научные работы и прочие достижения, которые позволяют им получить эту высокую награду. В первую очередь мы здесь смотрим на успеваемость студента. В первую очередь смотрим на успеваемость студента, дальше ведут факторы, то есть социальное положение данного студента, из какой семьи он, какой у него доход у его родителей и так далее. То есть мы стараемся именно с этой стипендии охватить все категории молодежи и особенно поддержать нашу молодежь, которая хорошо учится и вносит большой вклад в общественную, в политическую, социальную жизнь нашего города, нашей области. А также заметил бы, что с претендентами на стипендии могут быть только студенты из Актюбинской области. Как минимум два года студент должен учиться очень хорошо, активно участвовать в жизни своего курса, заниматься спортом, музыкой, танцами, в общем проявить все возможные таланты и стать примером для своих сверстников. Меня зовут Камила, я заканчиваю второй курс Актюбинского университета имени Сахатгана Байшева и являясь стипендианткой от лица всех студентов нашего города, хотелось бы выразить огромную благодарность Акиму нашей области, а также президенту нашей страны за такую поддержку в виде именной стипендии, так как эта стипендия является для нас своего рода стимулом и мотивацией для лучшей учебы в будущем. И все знают, что будущее нашей страны в руках молодежи. Конечно, получить денежный грант для молодых ребят важно, однако они достаточно амбициозны и думают скорее не о деньгах, а о карьере и профессиональном росте, о том, чтобы занять достойное место в жизни. Скорее всего, это является для нас стимулом, чтобы в дальнейшем мы также учили и получали знания для себя. Ну и, конечно же, как говорится, кто достигает высоту, тот может изменить мир. Дана – одна из студентов Государственного университета имени Жубанова. Она с первого курса хорошо учится, но только в этом году решила подать документы на именную стипендию. Учусь я на третьем курсе, на платной основе. Эти три года я училась на платной основе. Вот в этом году я получила именную стипендию Акима Акчубинской области. Первый раз я сдала на этот грант документы, и первый же раз, когда я сдала, мне очень повезло, я сразу же прошла. Хотя некоторые люди сдают по три раза и получают, некоторые получают, некоторые нет. А я вот сдала и сразу прошла. Успех, конечно, не случайен. Студентка исторического факультета по-настоящему увлечена своим делом. История – ее призвание. Это у нас гусей. Здесь на первом курсе мы проводили археологические раскопки. Здесь мы видим фотографии различные, здесь фляжки, которые мы собирали. Я учусь на историческом факультете, и мы каждый год ездим на археологические раскопки. На археологические раскопки в первый раз я поехала на первом курсе. Мы находили разные наконечники стрел, кувшины. Я ездила, к сожалению, только один раз, но у нас можно ездить каждый год в летнее время. По желанию студентов можно зарабатывать при этом деньги. Помимо учебы у девушки отличные успехи в спорте. Она уверена, что любому студенту это также необходимо. Тренировки, спартакиады, отличная физическая форма всегда пригодится и археологу, и учителю. В вечернее время с 6 до 8, с 6 до 9 мы приходим в спортзал, занимаемся. Это, во-первых, здоровый образ жизни, для меня самой, во-вторых, мы готовимся. Три года подряд мы занимаем второе место после, конечно же, спортфака. Потому что у нас на университете есть такой факультет, спортивный. И вот, после спортфака мы держимся на втором месте. В поселке Комсомол Айтикибийского района, где живут родные студентки, с нетерпением ждут, когда она приедет на каникулы и расскажет, как добилась таких отличных результатов. Когда я впервые позвонила родителям и сказала, что я прошла на именную стипенцию, выиграла Акиматский грант, мои родители были очень счастливы, они мной очень гордились. Они прекрасно знали, что я в один день добьюсь этого, потому что каждый год все, когда сдавали, я почему-то сама не сдавала на это. Я первый раз сдала, я почему-то думала, вот, может, я и не пройду. Но все равно в этом году я решилась, прошла, и я счастлива, я довольна. Среди будущих педагогов, которые учатся в Жубановском университете, немало увлеченных талантливых ребят. Они готовятся к серьезной работе, знают о государственных программах поддержки молодых специалистов, в том числе и о программе с дипломом в село. И собираются давать своим ученикам самые современные знания. Я выбрала эту профессию, так как мы знаем, английский язык на сегодняшний день преобладает. И по указаниям нашего главы государства Нурстана Бишевича, трехязычий, это сейчас наша главная цель. Я считаю своей целью, своей обязанностью обучать детей этому языку, обучать детей и делиться своими знаниями с ними. Я выбрала профессию педагога иностранных языков. А еще у Арай отличный вкус и золотые руки. Поэтому ее замечают в любом деле и не оставляют без наград. Девушка была уже во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, и привезла оттуда не только яркие впечатления. Вот это вот мое последнее достижение. Это по мастеру-классу. Я показывала на своем факультете мастер-класс по преподаванию английского языка и заняла первое место. Это тоже первое место я занимала на неделе науки по всему университету. А также есть у меня такое большое достижение. Это грамота, это сертификат, выданный. Это конкурс за декоративное прикладное творчество. Я участвовала в нем. Конкурс был международным и заняла я на нем третье место. И к тому же я могу предоставить вам еще один сертификат. Это сертификат с города Санкт-Петербург. Я участвовала в лагере студенческого самоуправления ступеней, показала свои качества и меня наградили сертификатом. Несмотря на такие успехи, премия Акима области дала студентке не сразу, но в этом году ей все-таки повезло. За именную стипендию Акима я бьюсь уже третий год, и на третий год я получаю эту стипендию. Первые два года было трудно получить эту стипендию, так как на факультете очень много было студентов с семейными положениями, очень много было со здоровьем, то есть инвалидов, так и так. Но в этом году учитывалось не только семейное положение, но учитывалось и знание, то есть это именная стипендия. В этом году она называется стипендия знаний. То есть у меня хороший GPA балл, и мои награды сыграли очень важную роль. Мы попросили Арай рассказать хотя бы о некоторых своих увлечениях, и она с удовольствием поделилась тем, как из любых предметов, ненужных вещей, которые кто-то бы выбросил, не глядя, может создать красивую подделку, радующую глаза и сердце. Кроме изучения иностранных языков английского и немецкого, я увлекаюсь еще и китайским языком, а также занимаюсь рукоделием, то есть высматриваю в интернете всякие безделушки, рукоделия, и пытаюсь сделать это, сотворить своими руками из того всего, что у меня есть под рукой. К примеру, вот это вот мое творение, которым я заняла третье место на международном конкурсе по декоративно-прикладному искусству. А где он проходил? Он проходил у нас в университете в онлайн-режиме. Участвовали страны СНГ, не знаю, наверное, 10-15 стран точно было. То, что в нашей области дают именные стипендии студентам, ребята считают делом очень важным и надеются, что традиция будет продолжаться. Это очень хорошая помощь для нас, так как мы студенты не работаем, не зарабатываем, и для нас это очень трудно, оплачивать свою учебу самим. А эта сумма, она как бы вносит большой вклад в нашу учебу. Плюс к тому, к всему, родители всех стипендиантов, я надеюсь, радуются, они знают, что у них есть такие дети, которыми можно гордиться. Стипендия Акима области для лучших студентов выдается ежегодно уже почти 10 лет. Торжество проходит в Центральном парке. В этом году это был молодежный форум «Жастар Болошах Негэзэ», в организации которого активно участвовал созданный недавно молодежный ресурсный центр. В прошлые годы лучших ребят примировали и машинами, и ноутбуками. Суммы стипендий также были разными. Но по существующим правилам получить эту награду можно только один раз за все время обучения. Каждый год у нас выдаются стипендии. Размер стипендий бывает разным. На данный момент высшее учебное заведение получает по 120 тысяч, студенты колледжей по 60 тысяч. К сожалению, те ребята, которые сдавали в этом году и получили данную стипендию, они уже не могут претендовать в следующем году. Согласно правилам данной комиссии о отборе стипендий среди претендентов, стипендия выдается только один раз за учебный год. Здесь, в принципе, получается, если в этом году ты подал документы и не смог получить, то ты можешь подать на следующем году. Но если же ты получил стипендию, то, к сожалению, в следующий год уже претендовать не можешь. В парке имени первого президента в день вручения премии Акима области было жарко. Но не только от летнего зноя. Волнение студентов передалось и организаторам, и педагогам, которые разделяли радость своих учеников. Для нашего вуза, для студенчества нашего университета очень большой праздник сегодня. 23 лучших студента получают грант Акима области. Это настоящий праздник, я считаю, поскольку, если вспомнить свои студенческие годы, любые поощрения, любое внимание, любые награды, они нами бережно хранятся и всегда стимулировали нас в дальнейшем жизненном пути. И мы очень надеемся, что так же будет и с нашими студентами. Накануне этого праздника одна из студентов Казахско-русского международного университета провела для нас небольшую экскурсию по своему вузу и показала, что здесь созданы все условия для развития молодых талантов. Мне долго стремилась к этому. Вначале только училась на отлично и хотела помочь своим родителям. Мое хобби – это пение и танцы. Люблю готовить, я хорошо готовлю. Участвовала на разных концертах и конкурсах. Например, конкурс «Жаз Дарен». Еще участвовала и в «Х-факторе» тоже. Конечно, мы не могли не попросить Салтанат показать свой замечательный голос, и она с удовольствием спела. Салтанат Наша страна – страна молодых. В Казахстане для юного поколения сегодня открыто много дорог. Главное – выбрать правильную. Об этом и говорил глава области Архимед Мухаммедов. Приветствую стипендиатов. В нашей области 30% населения или 240 тысяч человек – это молодые люди от 14 до 29 лет. Более 60 тысяч из них в настоящее время получают образование в семи высших учебных заведениях и свыше 40 колледжах нашей области. Ежегодно завершают высшие средние специальные образовательные учреждения свыше 40 тысяч молодых специалистов. Благодаря стабильному экономическому развитию региона в области высокие показатели трудоустройства молодежи, свыше 80% выпускников и молодых специалистов работают в различных предприятиях и организациях. За время реализации проекта с дипломом в село 1876 молодых специалистов – это врачи, учителя, ветеринары, работники культуры и спорта в трудоустроенных селах и районных центрах нашей Ахтыбинской области. За каждым сертификатом, за каждым именем своя история интересной, яркой молодой студенческой жизни тех лет, которые каждый из этих парней и девушек будет вспоминать еще долгие-долгие годы. Хочу поздравить всех студентов с этой стипендии, так как они получают ежегодно эту стипендию от областного Акима. И хочу пожелать нашим студентам всего самого наилучшего, пускай они достигают самых лучших высот. И хочу также дарить всех людей, которые отвечают за сегодняшнее мероприятие. И, конечно же, нашего президента Нуслана Абишида Назарбаева, за представленную такую возможность студентам, студентам Республики Казахстан. Всем большое спасибо за внимание. На следующий год здесь соберутся другие ребята. Они также будут волноваться, долго репетировать и гордиться тем, как радуются за них родители, друзья и педагоги. В любом вузе или колледже найдутся активные молодые люди, на которых держится и учебная, и общественная жизнь. Они завоевывают места на Олимпиадах, участвуют в концертах, научных обществах и остаются в истории вуза, как его успех и надежда. Пусть деньги, полученные как имена и стипендия, не покрывают всех затрат на обучение. Смысл не в этом. Главное, что ребята получат огромный моральный стимул работать дальше для себя и для страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова